Девушки отдыхают Нет, 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 кажется пора с этим заканчивать, поэтому... Всем привет! Сегодня я наконец приготовлю уже кажется ставшие легендарными на канале пирожки с мясом краба. В игре блюдо готовится из крабового мяса. Для начинки я также использую лук, но какие же пирожки без теста, которые я приготовлю с помощью муки и сливочного масла, чем сначала и займусь. Казалось бы все просто, смешать муку и воду до плотного эластичного теста, но я хотел бы сделать эти пирожки необычными и даже немножко особенными. Пирожки со слоеным тестом. И вот для этого мне как раз и нужно сливочное масло. Когда тесто будет раскатано тонким слоем, примерно в 2 мм, обильно смазываем всю поверхность маслом. После чего сворачиваем тесто в некое подобие рулета и оставляем его в таком виде минут на 15 отдохнуть. Теперь я знаю очень простой рецепт быстрого слоеного теста. Да и вы тоже теперь его знаете. Пока тесто отдыхает, можно подготовить начинку, для чего необходимо порезать крабовое мясо и лук мелкими кусочками. После чего обжариваем лук на раскаленной сковороде, добавляем крабовое мясо и солим. И все, наша начинка готова. Теперь можно приступить к формированию пирожков. Отдохнувшее тесто раскатываем тонким слоем и вырезаем кружочки желаемого размера. Что в принципе можно сделать вот так, стаканом. Необходимо четное количество кружочков. Когда все кружочки будут готовы, выкладываем на них начинку. После того, как начинка будет выложена, накрываем сверху вторым кружочком и прижимаем края. Что можно сделать вилкой. Это не только хорошо их скрепит, но и сделает пирожки красивыми. Перед отправкой в духовку пирожки можно смазать яйцом. Это поможет сделать их более румяными. Выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке примерно полчаса. После чего достаем эти потрясающие пирожки и наслаждаемся их замечательным вкусом. А желный рук, я надеюсь твои ожидания стоили того. Если же нет, то в любом случае я неплохо развлекся. Приятного всем аппетита! А я отправляюсь на расколотые острова. Пока!